Началу нового учебного сезона в Искитиме традиционно предшествовали подготовительные и ремонтные работы в образовательных учреждениях. Их спектр и объем доложил на аппаратном совещании в администрации города директор Центра бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения Олег Хребтов. Началось аппаратное совещание церемонии торжественного награждения по итогам празднования Дня города Искитима. Совсем недавно наш город отметил очередной день рождения. Прошел замечательный, красивый праздник. Этот праздник стал большим подарком жителям нашего города. И, конечно, ни этого праздника, ни хорошего настроения, ни замечательного фейерверка, ни чудной концертной программы не было бы. В нашем городе не жили чуткие, отзывчивые люди, которые готовы поделиться радостью с ближним. Я говорю о тех, кто оказали помощь в проведении мероприятия. Наши социальные партнеры, как это принято говорить, спонсоры. По поручению главы города мне бы хотелось высказать вам слова благодарности. И надеяться, конечно, на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Я думаю, что все жители города к этим словам присоединятся. Под бурные аплодисменты Светлана Валерьевна зачитала текст благодарственного письма и лично пожала руку каждому награжденному. Администрация города Светлана выражает вам искреннюю благодарность за оказанную спонсорскую помощь в организации празднования Дня города Светлана 2018. Успешная реализация этого социально значимого события была бы невозможна без вашего участия. Надеюсь на вашу дальнейшую заинтересованность в жизни нашего города, сотрудничество и взаимопонимание. Желаю вам и вашему коллективу здоровья, благополучия и дальнейшего процветания вашей компании. Глава города Светлана Светлана Валерьевна. В числе социальных партнеров, оказывающих администрации спонсорскую помощь в проведении массовых мероприятий, длинный список, в котором порядка 35 учреждений, организаций, частных предприятий и индивидуальных предпринимателей. И конечно приятно, что появляются новые предприниматели, которые неравнодушны к своему городу и готовы оказывать помощь на различные мероприятия. Ну и еще у нас прошел один очень большой праздник, не побоюсь этого сказать, праздник спорта, областные и сельские игры. И к сожалению не все мы успели или имели возможность поблагодарить непосредственно на самом празднике, поэтому хотелось бы это сделать сейчас. Почетной грамотой награждается начальник управления культуры города Испитима Вадим Павлович Максов. Благодарственным письмом награждается заведующее отделением скорой медицинской помощи Испитима Центральной городской больницы Дарья Ивановна Гитаревна. С основным вопросом повестки дня о готовности образовательных организаций к новому учебному году выступил директор Центра бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения Олег Хребтов. В 2018 году на проведение ремонтных работ в образовательных организациях города Испитима было запланировано 25 миллионов рублей, из которых 19,4 миллиона рублей – это средства из областного бюджета, 6,6 миллионов рублей – это средства из бюджета города Испитима. Налейболее масштабная работа проведена в коррекционной школе-интернат номер 12 по реконструкции столовой. Весь комплекс строительно-монтажных работ включал в себя полную разборку-перепланировку существующего помещения. Полностью заменена система отопления, освещения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Выполнена замена напольного покрытия, окон, дверей. Приобретено новое современное технологическое оборудование и мебель. Всего на эти цели было направлено 11,8 миллионов рублей. По итогам проведенных конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств – порядка 250 тысяч рублей, которые были направлены в коррекционную школу номер 7 для косметического ремонта пищеблока. Благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания Новосибирской области продолжается работа по замене окон в искитимских образовательных организациях. В 2018 году уже установлено 88 окон. Это еще не все работают. Нам предстоит дополнительно установить еще 55 окон в течение сентября месяца. На таких объектах детский сад «Сказка», «Родничок», «Дюймовочка», «Росинка», «Средняя школа номер 4» и «Зал тяжелой атлетики» в США. Общий объем выполненных работ по замене окон составил 2,4 миллиона рублей. На модернизацию систем видеонаблюдения из средств областного бюджета были на выделено 480 тысяч рублей. На эти средства было дополнительно установлено 45 видеокамер в дошкольных образовательных учреждениях. Продолжается работа по ремонту крови. За 2018 год капитально отремонтированы кровель в трех образовательных учреждениях. Школа номер 3, школа номер 8 и детский сад «Березка». Всего текущий ремонт проводился на крышах восьми учреждений. На все работы по ремонту кровель было затрачено 5,5 миллионов рублей. В 2018 году по требованию из Киевской прокуратуры в трех образовательных учреждениях были установлены пандусы. Школа номер 11, 14, школа номер 6. Кроме того, в школе номер 6 по требованию прокуратуры также выполнены работы по устройству приточно-винтяжной вентиляции. Продолжаются работы по устранению предписаний надзорных органов. Выполнены работы по ремонту пищеблока в детском саду «Ручеёк», построен дополнительный эвакуационный выход в детском саду «Колокольчик» и отремонтирована прачечная в детском саду «Медвежонок». Считаю, что все образовательные организации с подставленной задачей в 2018 году справились. Работа выполнена с надлежащим качеством. Все школы приступят к занятиям в свое время на 1 сентября. Средства, которые необходимо предусмотреть в 2019 году на выполнение ремонтных работ, обусловлены несколькими потребностями. Нам необходимо продолжить работу по капитальному ремонту крови. По предварительной оценке на эти цели необходимо направить не менее 14 миллионов рублей. В течение 2018 года проводились плановые проверки образовательных учреждений контрольными органами. На сегодняшний день по всем этим проверкам составлены предписания и выявлены нарушения, которые нам необходимо устранить в течение следующего года. Всего данная потребность обусловлена 9 миллионами рублей. Это такие работы по устройству аукционных выходов, теневых навесов в детских садах, устройству бандусов, ремонты полов, туалетов, системы вентиляции. Ну и плановые работы в образовательных организациях, вызванные верхностью зданий и оборудования. Также по предварительной оценке на эти цели необходимо не менее 12 миллионов рублей. Всего на 2019 год потребность на выполнение ремонтных работ заявлена в размере 35 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин